Все мы разные, но объединяет нас одно желание жить в комфорте. Как нам в этом может помочь государство, а что в наших собственных руках, мы рассказываем в программе «Вектор комфорта». С вами Ольга Пырочкина и в этом выпуске. Битва за землю. В Чебоксарах продолжается противостояние между жильцами одного из дворов и застройщиком. На помощь экология. В Новочебоксарске в тестовом режиме заработал полигон ТБО. Последние новости о капремонте. Первые результаты и оставшиеся неясные вопросы реализации федеральной программы. В Чебоксарах продолжается противостояние вокруг участка земли по улице Ленинского комсомола. По одну сторону баррикад местных жителей и городские власти, по другую – застройщик. Подробности в сюжете. Местные жители демонстрируют синяки, которые получили при обороне земли около своего дома. Мы не давали ставить вот этот забор. Тут товарищ Лапин привел человек 20 лишних молодых ребят, подростков, и целую шайку. Тысячу рублей обещал им дать. И они здесь, и строители нас хватали, вот, все в синяках. Под машиной я сама легла, например. Под машинами легла сама лично. Это кричит, а Лапин говорит, дави, говорит, водители. Я даже вот так села, говорю, помогите, говорю, помогите, ничего не можем делать, говорю. Я заплакала. Речь о событиях конца сентября. Тогда жители окрестных домов, которые категорически против уплотнительной застройки, в буквальном смысле сошлись в рукопашной со строителями, которые работали на месте, где предполагается построить здание. Д рукопаш не дошло в первый раз, а в целом противостояние тянется уже почти пять лет. Все началось с того, что в 2011 году компания «Алкорстрой» под руководством застройщика Алексея Лапина получила в аренду участок земли у дома номер 36 по улице Ленинского комсомола для строительства отдельно стоящего четырехэтажного здания бытового обслуживания. Однако в интернете появилась информация – в будущем здании бытового обслуживания почему-то продают квартиры. До этажей уже не четыре, а восемь. Недавно наткнулась на объявление о продаже квартиры. Строительная компания «Альфа Групп» будет строить пристрой к дому 36 по улице Ленинского комсомола. По данному объявлению цена получается около 39 тысяч за квадратный метр. И срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Дом одноподъездный, восьмиэтажный с индивидуальным отоплением. Кто-то еще знает про это строительство? Со строительством дома бытового обслуживания жителей, быть может, и смирились бы. В конце концов, магазины, парикмахерская или ателье в шаговой доступности не помешают. Но соседство с большим многоквартирным домом их явно не прельщает. Как людям жить здесь? Ну вот смотри, здесь место есть построить дом? Нет его. Ни детям не ходить, ничего. У нас одна дорога. Одна вот эта дорога только. Тупиковая, тем более. Тупик. У нас не выхода нет. Наши стройки-то пешком ходят и негде быть у нас. Нет, ни выбивать вещи нет. Ни сушилки нет. Ни мусора нет. Ни детской площадки нет. Ни тротуаров нет. Ничего нет. Неудачным это место считают и городские власти. Тем более, что выдавали участок под строительство одного объекта. Спустя четыре года компания обратилась за разрешением другой. В администрации города была проведена дополнительная проверка данного участка. И в связи с тем, что он находится на территории двух территориальных зон, было принято решение об отказе. Застройщик данное решение городской администрации обжаловал в судебном порядке. Судебное решение гласит о том, что меры, принятые администрацией городской, незаконны и ущемляют интересы городу, уже юридического лица. Строительная компания не пойдет на то, чтобы убрать эту стройку. Это, во-первых, затраты. В любом случае, это финансовые затраты. Сколько миллионов потратил господин Лапин здесь неизвестно. Только ему. А считая о том, что эта стройка должна прекратиться, только по единственной причине о том, что у людей будет отсутствовать, во-первых, это парковочные места на 30 автомобилей. Отсутствует и, самое главное, детская площадка, которая нужна просто этому, именно этому квадрату. И человеческое отношение жителей к этой стройке настолько, что они с утра до ночи стоят здесь на баррикадах. У каждого человека синяки, царапины, ссадины, даже есть ожоги, которые люди просто препятствовали варке вот этих заборов. После обращения граждан прокуратура Калининского района направила материалы в суд, так что решать судьбу земельного участка в очередной раз будет Фемида. Кстати, 30 сентября районный суд города Чебоксары начал рассмотрение семи дел в отношении Алексея Лапина, не связанных с участком по улице Ленинского комсомола. Его обвиняют в мошенничестве. Загрязнение воздуха, заражение почвой, грунтовых вод, пожары, распространение инфекционных заболеваний – вот неполный перечень последствий несвоевременного сбора мусора, неправильной или недостаточной его обработки. Чтобы подобной экологической катастрофой не грозила столицу Чуваши, ее горду спутнику и окрестностям, в Новочебоксарске еще в 2011 году начали строить полигон твердых бытовых отходов. В конце сентября он начал работать, правда, пока в тестовом режиме. Сюда, на Новочебоксарский полигон, отходы поступают после сортировки на специальной станции в столице республики. Но путешествие мусора на этом не заканчивается, сначала его прессуют в брикеты. А затем складируют на специально обустроенные площадки. Под землей ложены слои глины, грунта, а также геомембрана. Всего здесь будет возможно разместить более 6 миллионов кубометров мусора. Стратительство полигона завершится в этом году. Сейчас на объекте прокладывают инженерные сети, завершают монтаж сортировочных конвейеров и благоустройство территории. Начались пусконаладочные работы. Мы рассчитываем, что самоокупаемость будет в течение 7 лет, но здесь очень много факторов, которые могут либо ускорить этот процесс, либо чуть отодвинуть. Но в среднем это 7 лет. После того, как полигон ТБО заработает на полную мощность, здесь планируют перерабатывать более 200 тысяч тонн отходов в год. Этот комплекс будет обслуживать не только ближайшие города, но и Чебоксарский район. Всего здесь планируют создать более 300 рабочих мест. Технология соблюдается. Сейчас уже идет обкатка основных объектов, обкатка технологии. Я думаю, что в ближайший месяц мы уже увидим полностью завершенный объект с обученным персоналом, с хорошей выученной работой техники. Ну и, соответственно, увидим, как будет идти утилизация мусора в Чебоксарской республике. В частности, в Чебоксарах, Новочебоксарской и Чебоксарском районе. Необходимость строительства этих объектов в республике назрела давно. С начала следующего года в России запретят складировать отходы, которые не прошли предварительно обработку. Пока такие современные полигоны появились только в Нижегородской и Саратовской областях на очереди Чуваши. Близится к концу 2015-й первый год работы федеральной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. На этом рубеже можно сказать, у населения до сих пор есть вопросы по поводу реализации программы. В то же время есть и результаты ее работы. О том и о другом поговорим сегодня с генеральным директором Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олимпиады Епифановой. Здравствуйте. Олимпиада Елена, здравствуйте. Вот насколько я помню, в середине года показать результаты мониторинга процент тех, кто платит, был чуть меньше 50%. Сейчас как-то изменились результаты? У нас в прошлом месяце сбор конкретно за месяц составил даже 89%, ну с нарастающим итогом порядка 58%. В общем, в принципе, да, население начинает понимать, что наше имущество, оно действительно требует ремонта, и ремонтировать его нужно, в первую очередь, привлечением средств самих собственников помещений. На первых порах люди говорили, не платят, потому что попросту не доходит квитанция. Сейчас такую проблему как-то решили? Сейчас платежные документы у нас доставляются своевременно, и начисление производится, значит, в соответствии с произведенными платежами за прошлый месяц. Ну, могу дополнительно добавить, конечно, вот уже в этом месяце люди получат, собственники помещения получат платежные документы, где, если в случае наличия задолженности до 10-го числа, сентября 2015 года, там будут уже отражены пения. Я все-таки хочу уточнить, те собственники, до которых по тем или иным причинам не доходят квитанции, им просто как действовать, куда обращаться? Те собственники, которые формируют фонд капремонта на счете рекоператора, да, по ним у нас есть прямые обязательства, платежные документы мы доставляем, значит, производим начисления, накапливаем эти средства, ведем учет по каждому дому, по каждому лицевому счету и в разрезе муниципальных образований. А в отношении счетов, открытых на специальном счете, да, тут обязательства немножко другие. Собственники по закону должны самостоятельно еще определить, как они организуют учет, у кого они будут эту услугу заказывать, да, могут они ее заказывать, конечно, и у оригинального оператора, или в управляющей компании, вот, и как они будут формировать и доставлять платежные документы. Это все тут тоже услуга. Если эту услугу они нигде не заказали, бывают случаи, действительно, что платежные документы до сих пор до собственников не доходят. А им что делать? Получается, собираться своим ТСЖ, да, как-то решать эту проблему, получается? Да, в данном случае собственникам надо, значит, собраться, эту проблематику вы решите, значит, коллегиально. Но еще есть другой вариант, законам предусмотренный, при выявлении таких случаев, когда, значит, они не реализовали свой выбранный способ формирования фонда капремонта, в данном случае Государственная жилищная инспекция принимает решение, значит, чтобы их отвезти в общий котел, то есть на счет оригинального оператора. Что вот касается пени, да, штрафов и так далее, с какого периода они начнут приходить? Какой штраф придется заплатить, ну, предположим, собственнику трехкомнатной квартиры, да, которая, например, ну, там, два месяца не платила? Как сейчас это? Мы, значит, начислили пени и отразили в платежных документах за сентябрь месяц при наличии задолженности на 10 сентября этого года. Много вопросов взывает, в том числе в нашей редакции. Вот один из вопросов я даже зачитаю. Собственники дома открыли свой отдельный счет пока примонту, исправно его оплачивают, но параллельно продолжают получать квитанции от вашего фонда. Причем заявление об исключении дома из реестра председатель ТСЖ в городскую администрацию уже отдал. Вот на чьей стороне закон в данной ситуации? Бывают случаи, действительно, но их, хорошо, что не так уж много. Собственники по истечению уже с сентября прошлого года, да, они открыли специальные счета или по каким-то своим причинам свое принятое решение не довели до государственной жилищной инспекции, не сообщили органу мест управления. Это, конечно же, и к нам не обратились. При этом они специальный счет открыли и начинают формировать квитанции. Но мы исполняем закон, то есть региональный оператор исполняет на счете закон. И если нормативно на документе органы мест управления, дом прописан за региональным оператором, то есть формирует фонд капремонта на счете рекоператора, мы, конечно же, обязаны выставлять платежные документы. Мы знаем, такие случаи они имеются. Но свою правоту им уже нужно доказывать, наверное, в судебном порядке. Я уточню. Тот, кто принял решение о том, что он создает отдельный счет дома, предположим, если это произошло позднее, чем за шесть месяцев до начала работы программы, они уже не могут сейчас именно определить, что будут собирать деньги на отдельном счете дома? У них есть несколько путей решения. Это получается, они могут, как я вот сказала, обратиться в суд, что и доказывает свою правоту, какое будет судебное решение. А второе, конечно же, в законе прописано. Закон не обязывает, не ограничивает во времени собственников помещения в отношении принятия решения, как они будут формировать фонд капремонта. Единственное, нужно выдержать определенные условия. Своё решение о формировании фонда капремонта на специальном счете они приносят к нам, к региональному оператору. И, значит, к Государственную жилищную инспекцию они отправляют в своё решение. Ну и с этого момента у нас начинается отсчёт. Отсчёт по истечении двух лет, с момента принятия решения, значит, открывается специальный счёт, и все собранные средства на их дом, да, собственниками, проживающими в этом доме, они перечисляются на специальный счёт. Вопросов много. Вот часто очень слышим от жителей, фонд капитального ремонта не дозвонится. Ну, видимо, очень много звонков поступает. Как вы тут будете проблему решать? Фактически, наверное, проблема решена. Ну, есть, наверное, такое, что у нас IP-телефония, да, там, потому что, значит, оператор говорит, значит, если хотите вы позвонить по такому-то номеру, значит, набирается такое-то, такое-то на фоновом режиме. Зачастую, значит, население, наверное, не дожидается, кладёт трубку. И такой момент бывает у нас, когда, наверное, в общем, специалист разговаривает уже по другому телефону, и начинает, система сама ищет другого свободного специалиста, чтобы его подключить. Когда специалиста свободного нет, он отключает, говорит, что извините, перезвоните ещё попозже. Так, вообще, мы, конечно же, открыли консультационный, как бы, центр, да, что вот у нас фактически можно прийти, получить консультацию специалисты, значит, по всем вопросам, по начислению, по платежам, по пении, всё полностью дадут разъяснение. У нас в фонде, в общем-то, в принципе, можно в порядке живой очереди прийти, получить консультацию. Также мы открыли, значит, кассу через определённую организацию, которая может оказывать, выступать в виде, в форме платёжного агента, да, и открыли кассу в фонде, чтобы люди могли прийти и производить оплату по взносам за капитальный ремонт без комиссии. Без комиссии, какие-то. Ещё один распространённый момент от тех, кто платит в фонд регионального оператора. Вот когда наступает, например, период, да, сделать какой-то ремонтной работы, как выбираются подрядчики? Если жители не устраивают результат работы подрядчика, куда жаловаться? В первую очередь, конечно же, обратиться нужно в заказчику, да, мы выступаем от лица собственников с заказчиками. Конечно же, они могут обратиться и в органы местом управления, в администрацию свою, да, потому что фактически мы с ними тоже в полном контакте, в тесном контакте. У нас есть соглашение с управляющими компаниями о взаимодействии и сотрудничестве, потому что в любом случае они нам дают, значит, многоквартирный дом передают на ремонт по составлению акта, и по завершению выполнения работ мы также по акту передаём им уже в эксплуатацию, в дальнейшую эксплуатацию. Поэтому тут управляющая компания в стороне оставаться никак не может, и вместе с нами должны вести контроль. В этом году мы вот по плану краткосрочному, да, 14-15 года уже завершаем ремонтные работы по 281 многоквартирному дому. Это по Чувашии? По Чувашии, да. В основном, значит, у нас выполнялись работы по ремонту системы, внутридомовой системы электроснабжения, потом, значит, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. Вот, заменяли лифты, и, конечно же, порядка восьми домов мы отремонтировали подвальные помещения. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с директором Республиканского фонда капитального ремонта Олимпиады Епифановой. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова